доброе утро мои дорогие сегодня 17 мая на улице дубак видите стекла запотели смотрел в окно синячки носятся кормит птенцов и там точно есть потому что я слышал как они пищат это как они туда могли влезть я вам просто объясню я не буду подходить их там не пугать вот у меня вот столб есть да видите на него баночку не баночку этот от пластиковой бутылки чехол отдел обрезал еще покрасила так же самое везде сделал он там видите а на самом дальнем это который угловой там просто ну там не видно этот там нет этой бутылки такой потому что там сунуто труба и к соседям идет это как раз труба которая на границе между нами и соседями вот они туда прыгают и кормят ну сейчас они по затихли ладно ну что делать пусть живут так сегодня буду заниматься земля мокрая после вчерашнего полива буду заниматься разливом вина по бутылкам потому что это все равно надо делать пошел кофе начинаем разливать кахетинское закипятили водичку горячую заливаем в наши пробочки которые мы уже когда-то снимали напомню что это бушные но они пробиты не насквозь а наполовинку я когда открываю бутылки свином я штопором не пробиваю насквозь так что можно было его по второму разу использовать так вот и разбил 10 бутылок кахетинского белая пока по красному и настойная запах обалдежный настойно на дубовых чипсах видите как у него получается этот соломенный цвет берем нашу крышечку сейчас не успел и напоминаю дырочка которая была пробита этому и наверх а целой стороной опускаем ее вниз вставляем и запаковываем и так мы быстренько сделаем наши 10 бутылочек это те которые были струхлитрового ой с 10 литрового боке эти бутылочки по 07 нет по 075 соответственно у нас 3 литра останется мы возьмем домой побаловаться однишко а мы все быстро делаем красоту Алло, привет, я сейчас там вино запаковываю, у меня там пробки остывают, я, наверное, после обеда приеду. Не успеваешь, у меня еще куча работы, да. Я люблю тебя, ну, что так, так, ну, так, ну, так, все делаем, ну, а заливаем мы это все горячей водой, чтобы они протискивались, пробка имеет свойство расширяться и сжиматься. И вот еще у нас три бутылочки. Вот мы разлили наш белый венчик. Но это не значит, что мы разлили и будем его пить. Мы его будем вложить в горизонтальном положении на год, чтобы оно еще там созревало. И только потом мы будем его переупаковывать и разливать уже как для употребления. Вот 10 бутылок. Ну, вот мы упаковали и сложили. Накрываем газеткой, чтобы не было на солнце стояло. Вот у нас уже есть 30 бутылок готовых к финальному годовому созреванию для обогащения фруктовыми там и какими-то другими оттенками. Через год можно будет это пить и радоваться. Сейчас у меня 20 бутылок красного и 10 бутылок белого. Ну, еще переливать и переливать. А теперь, мои дорогие, я вас приобщу к такому таинству, как будем дегустировать вино, которое у нас уже отстоялось 2 года. В год, в смысле, мы его потом снимали с осадки. Оно уже созревалось в бутылках год или два, что я сейчас просто не помню. Я раньше видео не снимал и не помню. Вот такие у меня вот эти ящики с вином, которые уже на созревание были. И это, по идее, можно теперь как бы пить и разливать уже на финишную. Разлив по красивым бутылочкам с этикеточками. Но надо попробовать, что здесь такое. Так. А чтобы попробовать, что здесь такое, нужно сначала снять это. Вот, видите, уже газеты старые. Несмотря на то, что мы тогда снимали с осадка, все равно, видите, осадок есть, который этот, даже после дополнительного созревания в бутылках, он со временем выбрасывает осадок. Но это не беда, мы все равно его потом процедим, красиво разольем. Но надо просто попробовать, что же оно там посозревало. Вот у меня есть такой штопор, латунный или бронзовый, советских времен. Тут даже ценник написан, 2 рубля 70 копеек. Ну, будем дегустировать и смотреть, вспоминать, что я ни надписи, ни хрена не сделал. Что здесь я даже сейчас не помню. Будем вспоминать по вкусу. Вот тут я уже дырку могу бить насквозь, потому что это уже пробка использована с двух сторон. Сейчас. Ох, не хрена себе. То есть можно ее уже и выкидывать. Она нам больше не понадобится. Ну, я в предвкусении. Что же у меня там получилось с этого ящика? Ну, запах, что-то и запах один. Ух ты. А на вкус. Балдеж. Это просто балдеж. Это белое сухое. Виноградное. Тоже по кахетинскому делу. Вот это вино можно уже разливать по бутылкам, делать наклеечки, этикеточки и ходить в гости и хвастаться перед подружками. Какое охуенное вино делает мой муж на даче. Теперь, что я делаю? Я просто беру бутыль 10-ти литровой. У меня там еще бутылки есть. Выливаю это все вино, потому что тут, видите, вот взвеси плавают. Выливаю это вино, заполняю бутыль, накрываю крышечкой где-то на полмесяца, чтобы еще на полмесяца, ну, неделю-две-три, чтобы еще вот эти взвеси, осадок выпал, взвеси сплыли. И мы тогда сделаем финишный разлив по бутылкам, процедим его. Ну, пока просто, ну, вино созревшее и готово к употреблению. Ну, я не буду сейчас это все, вот видите, даже благородная плесень, но она на улице, в смысле, на фасаде бутылки. Внутри она все запечатана. Ну, я не буду сейчас это время тратить, показывать, как это все будет. Я в конце покажу, как я запокупаю бутыль. Ой, у меня аж язык заплетается. Я такой счастливый вино получилось. Ну, вот. Все эти бутылки перелиты, какие страшные пробки остались. Я немножко уже язык заплетается. Вы не обращайте внимания, потому что я каждую бутылку проверял, брал, чуть-чуть пробовал. Потому что бывает в одной бутылке что-то или подкиснет, или что-то там, ну, мало ли, где-то эта пробка плохо держала, попадет. Я же не собираюсь портить все вино. Так что я сюда перелил вот эту бутылку, где-то 10,5 литров. Вот тут не ровно 10 литров. Вот такое радостное. Ну, финишная дегустация. У него какое-то персиковое послевкусие такое, легенькое, интересное. Наверное, из-за того, что тут савиньон бланк и старые, тоже эти советские сорта. Тут немножко шаслы. И жемчуга-саба. Наверное, вот эта шасла дает вот это такое персиковое послевкусие. Ну, там ее... Ох я. Мне уже из рук все валится. Ну, так. Берок просто залили бутыль. Накрываем просто крышечкой. Пластмассовый. И чтоб за эти три недели там лишнего не попадало ничего. Мы берем по периметру, обматываем его изолентой. С напуском на крышечку. И заходом на бутыль. И вот так мы его недельки на три опускаем. Чтоб оно еще вот этот взбаламученный финиш на этом осадке выпали. Взелесе всплыли. И потом мы его через три недельки процедим. И разольем по красивым бутылочкам. Уже с новыми пробочками. И уже сразу можно сделать и термоусадочную ленточку. И наклейки. То есть у меня теперь можно это урожай 17-го года. Вино 18-го. Это чтоб сам... Можно уже этот... В компьютере делать этот... Какой-то дизайн красивой наклеечки. Продолжаю открывать старые ящики. Вот у меня есть шесть бутылочек. Я уже открыл, попробовал. И это что здесь у нас? А у нас здесь... Вино из одуванчиков. Вкусно. Только мне кажется, что у меня получается, скорее всего, не сухое. Может даже и полусухое. Надо сейчас проверить. Я вино из одуванчиков уже два года не делал. Так что это урожай 18-го года. Ну, апрель 18-го года. Или даже 17-го. Так, смотрим, что у нас тут... И крепкая. Просто у него не такая высокая кислотность. Кажется, что он как бы сладенький. Ну, где-то 0,1% сахара. То есть нормально. Так, и сколько же мы его разобьем? Раз, два, три, четыре. Это шесть бутылочек. Это на 0,7. 4,2. Ну, вот как раз вино из одуванчиков. Я думаю, нужно в трехлитровую бутыль перелить. Потому что редко кто пил настоящее вино из одуванчиков. А оно, я вам скажу... Очень даже интересный напиток. Даже не могу сказать, на что оно похоже. Понимаете? Вот с чем его сравнить. Вот эти цитрусовые нотки, что я там добавлял, корочки апельсина. Ну, это будет вообще пойти кому-нибудь на день рождения. Это шикарный подарок. Потому что... Это, зараза, вкусная и редкая. Я сейчас бы в бутылку целую вдул. Такая восхитительная вещь. Сухое вино из одуванчиков. Вообще, оторваться не могу. Ой, как вкусно течет. И вот еще есть такой ящичек. Не знаю, что это. Шампанское. Это все у нас вырожай 17-го года. Потому что постоянные зрители, кто-то смотрел дачные рецепты в прошлом году, знают, что у меня в подвале сломалась верхняя полка. И вино 18-го года рухнуло. 100 литров разлилось. Разбились 10-10 литровых бутлей. Вот это еще у меня со старых запасов 17-го года. Я просто... Сейчас попробую, что это такое. Надо будет аккуратненько открыть. Может, это вино. Может, это сидр из чайной розы. Хрен его знает. Может, это сидр из одуванчиков. Да, это сидр. В нем давление, видите, не такое большое. Так. Ну. На что это похоже? На запах. Это не вино. Это или... Вкуснотища. Это сидр из чайной розы. Ой, какая хороша. Себестоимость такой бутылки сидра где-то. Я тогда считал, не помню. Ну. В районе 10-ти центов. Ой, хорошо. Я слышу, я-то задам. Всем пока. Ой. Ой. У-у-у. У-у-у. У-у-у.